всем привет друзья сегодня 20 марта 2020 года вы на канале об инвестициях и не только о них если вам это интересно если вас это волнует ставьте лайк подписывайтесь следите за моими приключениями на фондовом рынке так сегодня пятница рука уже невольно тянется к вискарику но давайте экспресс-методом пробежим по результатам сегодняшнего дня подведем итоги недели и потом уже будем отдыхать смотрите индекс ртс сегодня плюс анну на 2,39 причем начал он где-то с плюс пяти процентов потом в течение дня дорастал до 7 8 но в итоге концу дня начал сдуваться индекс мосбирже плюс 257 тоже хороший результат а связано вот это начавшееся к концу дня падения с тем что начала к сожалению дешеветь нефть сейчас я вам покажу грузим грузим вот смотрите нефть сейчас стоит 2796 и падает она на одну целую 72 сотых процента хотя в течение дня с утра вот частности она стоила около 30 долларов так что с американскими индексами s&p 500 ну где-то около нуля 034 минус и индекс доу джонса ну тоже где-то около нуля давайте посмотрим что у нас как торговалась сегодня но вот лидеры падения новотек мечела ростелеком по поводу мечела я слышал недавно вышел отчет по деятельности компании за квартал и там очень стрёмные показатели они рубанули дивиденды в общем не ась все умечила так и давайте посмотрим лидеры роста вот честно скажу вообще три первых организации впервые слышу галс девелопмент я т.к. роздор банк галс девелопмент прибавил 30 процентов я т.к. роздор банк по 28 если кто-то из вас такой дальновидный нострадамус кто предчувствовал что-то подобное вложился в эти компании я вас поздравляю сегодня вы конечно здорово подняли денежат ну я к числу таких дальновидных ребят не отношусь так давайте посмотрим что с моим портфелем происходит сегодня плюс две целых пятьдесят четыре сотых девять тысяч четыреста восемьдесят три рубля так и давайте посмотрим финансовый результат финансовый результат за семь дней у нас ну вот смотрите по итогам недели ну хотя бы 0 до хотя бы 0 уже уже хорошо потому что первые дни очень было жесткое падение и вот четверг пятница все так под выправил под выправили ситуацию вот в итоге плюс семьсот восемнадцать рублей за месяц по-прежнему задница минус сто одна тысяча и годовой мой результат минус 39 но минус 40 процентов и минус шестьдесят пять тысяч рублей это бумажный напомню убыток то есть это та сумма которая но на которую подешевели мои активы я ни одного актива своего не продавал вам этого тоже делать сейчас не советую потому что делать это если надо было ту раньше сейчас уже мы только дров с вами наломаем теперь надо просто сидеть и пережидать а когда начнется отскок и акции начнут отрастать когда явно наметится позитивный тренд обратный бычи да так называются так называемый то тогда имеет смысл наоборот даже что-то докупать потому что сейчас ценные бумаги стоят очень дешево и купить их можно по очень хорошей цене так давайте посмотрим что именно в моем портфеле как себя вело сегодня у гк-2 на 14 процентов подросла от от нефть шашина роснефть саратский нпз русал ну в целом так хорошо да все так в общем то росло единственное что в минусе это группа лср и минус 4 процента роса с алмазами видимо дела не идут в общем такая вот информация начали мы за упокой до эту неделю ну закончили за здравие ну связано все это с котировками нефти куда нет туда и российская экономика так что будет ли это основанием каких-то положительных прогнозов для следующей недели посмотрим как пройдут выходные какие будут новости пока мне кажется говорить о том что кризис позади кризис миновал еще очень сильно преждевременно слишком много внешних негативных факторов сохраняется остается это инфекция из-под небесной которую никак еще никто не может одолеть и победить нефть тоже очень острый вопрос 1 апреля я напомню будет решаться станут ли страны участники опек часть этих стран отказываться от ранее достигнутых договоренностей продавать нефть большими скидками если это случится то я боюсь что нефть рухнет еще сильнее и тогда тогда вот этот вот график мой поползет вниз также здорово как он это делал последний месяц но будем надеяться на лучшее в любом случае в пятницу вечером живется веселей так что все всем включать поле чудес леонид аркадьевич и кубович наливаем себе бокал чего-нибудь вкусного отдыхаем впереди выходные прекрасная погода и любом случае как бы то ни было финансы не есть самое главное в нашей жизни все будет хорошо всем кому было интересно всех кого заинтересовала тема инвестиций все кто хочет начинать инвестировать но пока опасается подписывайтесь я простым доступным языком пытаюсь рассказывать простые иногда сложные вещи и давайте учиться вместе и пытаться пережить это непростое время вместе вместе не так страшно всем хороших выходных пока пока